Не обращай внимания на камни контроля над разумом, рядом с разумием, а не просто для красоты. Здравствуйте, смертные! С вами Павел Первый. Мы продолжаем проходить проклятие Накс Рамоса, и на очереди у нас новенький квартальчик, военный квартальчик. Итак, первый босс этого квартала Инструктор Разувий. Довольно-таки сильный босс, и теперь, как я, может, уже и говорил когда-то ранее в предыдущих сериях, можете забыть о том, что было у предыдущих боссов, это просто цветочки. И Инструктор Разувий реально заноза в заднице. Во-первых, он имеет пушку 10-2, которую может вытащить на второй или третий ход, обычно он делает это на второй. И вдолбить вам сразу на 20 в лицо. Почему на 20? Потому что пушка наносит удвоенный урон по лицу героя. Вот. Самого Разувия 55 хп, и имеет он силу героя, наносящую 4 единицы урона на указанной цели. При этом она стоит единицы маны. Как это, конечно, дерьмо сдержать, не очень-то понятно. Довольно-таки непросто всё это. Я пробовал пройти это дело через колоду на друиде с морской ведьмой и великанами, но, в принципе, мало что вышло. Урона не хватает. Немножечко там совсем не хватает. И я принял решение, что здесь очень может помочь мне жрец на своём любимейшем внутреннем огне. Увы, этого тоже оказалось недостаточно, но слишком сильное у него давление. Не даёт он не раскачаться, ничего. Поэтому было принято решение засунуть в эту колоду внутреннее зрение. И просто дождаться момента, когда попадётся, так сказать, его клиночек из руки. Потому что обычно он его тапдекает, их как минимум целых три там. И за партию он всех может подряд, причём, вытащить спокойно, без угрызений совести. Поэтому нужны таунты. Как можно больше таунтов, об которых он будет стукаться. Но при этом которых, конечно же, будет не жалко. Поэтому защитник Аргуса может зайти тут. Плюс на первый ход он ставит сразу... Точнее, стоят два ученика 07 с таунтами, которых можно переманить к себе, достаточно разыграв карту Зануману. В принципе, там ничего ультрасложного нет. И, конечно же, было бы неплохо этих учеников качать, но, увы, ничего не выйдет. Так вот, дожидайтесь момента, когда у вас, наконец, перепадёт вам этот клинок огромный. Набивайте морду разувью. И там остаётся, по сути, 15 хп, которые вам надо будет нанести. Возможно, стоят сюда какие-то другие карты заснуть, там, с рывком или с чем-нибудь в этом духе. Но я вот пытался его на жреца с бафами убить. В принципе, если бы немного удачи здесь мне не подвезло бы, то, наверное, я бы так его и не выиграл. Но давайте посмотрим, как это всё было. Окей, здесь, понятное дело, вообще, слезняки в колоде, если вы вдруг заметили, чтобы уничтожать его пушку. Он всё равно, конечно, одним зарядом её сможет воспользоваться. И вообще, будет круто, если у вас будет тот эпический слезняк, который за счёт атаки даёт вам броню. Но у меня его нет, поэтому, увы, как-то не очень всё. Ну, так вот. Берём, значит, внутреннее зрение и выпадает тот самый огромный клинок, у которого нет анимации к золотой карте. Хны-хнык. Короче говоря, вообще, старайтесь, конечно, предотвратить то, что он на второй ход может вытащить клинок. И уже на втором ходу надо вязать камешек. На первый ход не вязаю, понятное дело, потому что вдруг он урон нанесёт им. Нет смысла. Вот, смотрите сами, сейчас он вытаскивает огромный клинок. Это просто мега пушка. Очень, очень больно делает. Пока клинок я, конечно, не использую, избавляюсь от пушечки. Либо в этом есть необходимость, он следом вторую вытаскивает, ну, совсем охреневший. Да, по-моему, он даже в одной партии у меня, одной из попыток, когда я пытался даже три пушки подряд, ну, или за партию вытаскивал вообще. Ну, там было рядом, в принципе, так что ничего удивительного. Здесь у него уже рассекающий удар. Да, вот так вот он расходует заклинания. Насрать ему вообще, в общем-то, на то, что у него там в руке. Ну, конечно, здесь предпринимается, что дальше делать. Я пока вываливаю колодец с надеждой на то, чтобы его покачать. Вообще, конечно, если не зайдет внутренний огонь, то это было бы кайфно, но... Пидор Стоун, конечно, говорит, нет, пошел ты, короче, в жопу, мой сладенький. Мой любименький. Ненавистный мне. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, немножечко сдержать его агрессию, так сказать. Но очень много урона наносит по моему таунту, и это печально. Не приходит мне все еще этот долбанный внутренний огонь, который мог мне бы решить проблемы даже вот так вот. Ну, конечно, это вообще жесть какая-то. Здесь, если так подумать, можно удвоить, конечно, это дело, чтобы по урону нам хватало. Поэтому я так и делаю. Надеюсь на то, что что-нибудь глупо сделает, и... Понятное дело, он будет продолжать убиваться обмой таунт, но он ненавидит клириков. И вот здесь очередная попытка вытащить внутренний огонь, наконец, увенчалась успехом. И просто ему залетает в лицо урон. Ну и кто теперь будет тренировать своих рыцарей смерти? Я же не могу сам этим заниматься! У меня дела! Ой-ой-ой-ой-ой, бедненький келтузадишка. Хм-хм-хм. И что, потренируешь? Итак, первый босс-инструктор Разувий побежден. Увидимся в следующих боссах. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok